Здорово, здорово, дружище! Ёлки-палки, усаживайтесь поудобнее. У нас сегодня не самая весёлая тема для разговора. Она достаточно срочная. Хотелось бы вам рассказать о том, что разработчики не прислали самоцветы за прошлый месяц. Ни мне, ни Андрю Хиралёву. Сволочи, просто... Я не знаю, как же я буду жить без этих 15 или 20 тысяч самоцветов? Не знаю. Ладно! Ладно, шучу. Моя неумелая попытка пошутить. Ты в любом случае сядь поудобнее. Я не знаю, лайк, поставь или дизлайк. Новости не самые весёлые, как вы могли понять по названию данного видео. Канал Андрюхи Рырлёва взломали. Причём самая тупая ситуация заключается в том, что взломали общепринятым сейчас, в 2020 году способом. Я немножко вам об этом попозже расскажу, как я вам покажу письма. То есть, как бы сейчас все каналы на Ютубе... Все каналы на Ютубе пытаются взломать. Ну, более-менее с какой-то аудиторией. Даже не такой большой, как у меня, там, или у Андрюхи Рырлёва. Короче, Андрюхин канал взломан, и... Это печально. Это печально. И единственное, что я хотел бы вас попросить... Я изначально думал, что здесь вас всех собрать для того, чтобы отправиться куда-то и... Просто спамить в техподдержку Ютуба о том, что быстрее как-нибудь помогите. Но, возможно, мы этим сделаем только хуже. По этой причине, как бы, пока что, наверное, этим заниматься не будем. Я еще раз изучу вопрос. Хотя раньше, как бы, я интересовался такими вещами, потому что под видом рекламодателя сейчас у... людей уводят Ютуб-каналы. То же самое произошло и с Андрюхой Рырлёвым. Он, наверное... Ему предложили рекламу. Он, наверное, куда-то не туда тыркнул. И, грубо говоря, у него увели все соцсети, как я понял, Ютуб-канал. И очень важное сообщение для тех, кто ему когда-либо отдавал аккаунт. Возьмите и поменяйте пароли. Поставьте двухэтапную аутентификацию. Сейчас вообще неизвестно, к чему... К чему у злого... Злого... Зло... А! Короче, сейчас неизвестно, к чему у этих гандонов есть доступ, да? То есть, если вы Андрюхе Рырлёву давали свой аккаунт, на всякий случай, это очень важно, смените пароль и поставьте двухэтапную аутентификацию. Потому что я даже по себе знаю, когда я раньше активно ролил у ребят-героев, да? Многие как бы забирали аккаунты, но при этом даже пароли не меняли. Я, конечно, понимаю, что вы мне доверяете. Я понимаю, что вы Андрюхе Рырлёву доверяете. Но все равно каждый раз, когда, грубо говоря, вы кому-то даете аккаунт, потом этот аккаунт забираете, всегда возьмите и поменяйте пароль. Далее, что еще хотелось бы сказать? В комментариях можете написать слова поддержки Андрюхе Рырлёву. Я не знаю, у него есть вообще телеграм-канал или нет. По сути, нету. Также по ссылке в описании вы найдете там его донейшн-алерс, потому что, ну, как я знаю, возвращение канала это, скажем так, не очень быстрая ситуация, ну, мягко скажем, да, и может получиться так, что у него там пару месяцев не будет доступа к каналу. И если кто-то вдруг хочет поддержать Андрюху, ссылочка на донейшн-алерс будет в описании, потому что, как я понимаю, у Андрюха как бы полноценно занимается Ютубом, и то есть, если у него нет Ютуба, у него нет заработка. И многие из вас, включая меня, учились там играть по Андрюхиным видосам, да, как бы многим игрокам Андрюха помог там своими гайдами, рассказами и так далее. И просто проявите какую-нибудь, ну, маленькую благодарность, я не говорю даже не обязательно про донат, но хотя бы что-то там в комментариях напишите. Вот, и я вам говорю, не зря, не зря я вас прошу все время подписаться на мой телеграм-канал, потому что, не дай бог, не дай бог, что-то случится с моим каналом, по крайней мере, те люди, которые подписаны в телеграме, они узнают вообще, что произошло. Потому, также будет по ссылке в описании оставлена моя телега. Я не знаю, может, на днях я запишу с Андрюхой какой-то видос, он там расскажет уже поподробнее, но я вам просто для примера покажу, что сейчас на его канале, да, если вы в поиске забьете Андрея Ролёв, то вы увидите вот эту вот херню. То есть, и там сейчас идет стрим, кстати, пару часов назад там был стрим на 40 тысяч зрителей, ну, как бы, понятное дело, он накручен, и это сделано для того, чтобы он там попал куда-то в топы. Кстати, вот его второй канал увели или нет? Здесь, здесь, здесь на этом канале ничего нету. Вот я не знаю, может, если у Андрюхи есть доступ, пускай тогда она идет на второй канал, но там, понимаете, когда взламывается, когда взламывается, то там, ты теряешь, грубо говоря, все там. Инстаграм, вот что у тебя есть на компьютере или там на телефоне, то ты, грубо говоря, и потерял. Так, дожди, Андрей Ролёв, еще раз поиск. И вот сейчас вот такой вот стрим идет. О, причем, да, со вставленной монетизацией. Live Uniswap Unipresentation. То есть, то есть, по факту, сейчас эти херососы, на ней рекламируют одну какую-то типа криптовалюту, потом уже рекламируют другую. По ссылке в описании, по ссылке в описании, видите, сайтики, куда нужно перейти, туда обязательно не тыркайте, а то тоже все проявете. Ну, то есть, они взламывают популярные каналы, потом устраивают там стримы, и, как бы, грубо говоря, пытаются заработать на этом деньги. И раз у них, как бы, если они этим продолжают заниматься, значит, у них, как бы, все-таки, есть какие-то в этом плане достижения. Сейчас видим, ну, что это какая-то откровенная, откровенная наебалова, потому что, тут, и фьюс, и фьюсент, короче, если вы пришлете 250, там, что-то, уников, то получите 500, и, как бы, то ли на криптовалюту хотят развести, то ли еще что-то, ну, то есть, хуесосы полнейшие. Причем, его взломали, как я понимаю, это именно зарубежные хацкеры, да, вот, потому что сейчас, к примеру, невозможно зайти на почту свою рекламную, вот я, как бы, захожу на почту, и там 99% всех писем, они связаны с тем, что, как бы, просто пытаются увести у меня канал. Сейчас вы видите эту плашку, что письмо выглядит подозрительно, когда оно мне изначально пришло, оно не выглядело подозрительно, да, я вам просто на примере расскажу, как это работает. Приходит к тебе, вроде бы, хороший рекламодатель, Opera GX, там, прорекламирует туда-сюда, вот, казалось бы, все хорошо, и вот тут более-менее попытались замаскироваться, грубо говоря, под какого-нибудь там рекламного менеджера, расписали, у нас тут ТЗ, у нас хуи ТЗ, вот это вот все, и, как бы, давай, но, как бы, я, чувачок, хитрый, вот, есть еще Холнубис, у нас, знаешь, мы такие немножко, как бы вам объяснить, с манией преследования, особенность, когда сейчас участились кражи чужих каналов на Ютубе, да, ты на каждое объявление смотришь в десятикратном увеличении, скажем так, под лупой, под лупой критического мышления, я не знаю, но если мы смотрим, да, приходит письмо, казалось бы, тут и бабулесик заплатит, вот я сейчас прорекламирую оперу GX, но, во-первых, самый интересный факт заключается, ну, та вещь, из-за которой я, грубо говоря, заподозрил, что это говномошенники, потому что когда-то мне уже опера GX писала, рекламный менеджер, и там письмо было оформлено в раз в пять, грамотнее, как бы, красивее и так далее, конечно же, ты сразу смотришь, откуда это письмо присылается, и ты смотришь такой, о, email opera.gx.info, и такой, хм, потом я взял, набрал, а потом я загуглил, когда было создано вообще, это opera.gx.info, то есть этот домен, да, как бы, я понял прекрасно, что opera.gx.info, это неофициальный домен оперы, и он был буквально тогда создан, там, несколько дней назад, или неделю назад, как бы, стало ясно и понятно, что это мошенники, вот, и, конечно же, им там надо было кликнуть, скачать их какое-то видео, которое я должен был озвучить, и так далее, и пятое, десятое, ну, как бы, в конечном итоге я просто послал нахуй, там, не стал тратить на них время, а, когда мне изначально писал opera.gx, это, и я что-то поленился их рекламировать, я не знаю, вроде бы деньги нужны, но иногда пишут нормальные рекламодатели, а ты как бы ленишься, и вот, просто вот все заспавлено в говне, hello, hello, и просто бывает, что настолько тупые письма, что ты просто с этого ржешь, с Джимайла шлют, просто не в рот шатал, какая компания не имеет, скажем так, своего сайта, они, они шлют письма с Джимайла, понимаете, и вот, и водку, и водку, и вот куда ни тыркни, да, Илья Джонни, вот, куда ни тыркни, везде какая-то залупа, смотри, тоже с Джимайла, это же сразу рекламный менеджер, видно, Илья Джонни, IG877097, здравствуйте, меня зовут Илья, я менеджер компании Flash & Tag, мы хотим, что там, мы хотим вам прислать письмо, насчет сотрудничества рекламы, по поводу нашей программы, интеграция на 40 секунд, в следующем видео, мы имеем огромнейшее количество изменений функционала, в нашей программе, в интерфейсе, вот, надеемся, вот, на твое решение, договоримся с тобой о деталях, о сотрудничестве, в WhatsApp, в мессенджере, каждый раз, когда, к примеру, пишут, ну, такие, типа, пиздоболы, пиздоболы англоязычные, да, они всеми силами, ну, как бы, всеми силами, возможностями пытаются тебя затолкнуть в WhatsApp переписку, почему это делается, потому что, к примеру, в Telegram, я так понимаю, ты можешь общаться и не палить свой номер, а в WhatsApp ты спалишь свой номер, ну, и благодаря твоему номеру, можно там, сделать какие-то махинации, и как бы обойти двухэтапную аутентификацию, а когда обычно приходят там письма от русских мошенников, да, ты в конечном итоге, ну, они как бы даже там не за счет твоего номера телефона тебя взламывают, а просто ты там любую херню, короче, скачиваешь, как картинку, неважно, видео, да, на свой компьютер, и все, и до свидания, и ты, все твои аккаунты улетают, бывает ситуация, вот HellNubis рассказывал, там вообще замаскировались, уровень бог, то есть, реально предлагали игру, которая должна в реале скоро выйти, предлагали сделать на нее обзор, там вот это вот все по предпросмотру, HellNubis перешел по ссылке, попал на официальный сайт, все красиво, все классно, оттуда нужно было скачать игру, да, только проблема заключается в том, что это был неофициальный сайт, понимаете, как бы они, ну, настолько заморочились, что, как бы нашли реальную игру, которая должна скоро выйти, и вот, вот это вот все, просто, чтобы там очередного геймера, грубо говоря, с YouTube каналом взять и развести, но, но сделано было вот так вот, и вот когда HellNubis проверил этот сайт, оказалось, что это тоже гребаные мошенники, вот, вот такая вот печальная ситуация, ждите еще, я надеюсь, мы с Андрюхой запилим видос, я там посмотрю опыт, короче, других ютуберов, вообще, что там с этим делать, потому что Андрюха сказал, он уже написал техподдержку YouTube, но скорее всего ему там ответят, через 3-5 дней, скорее всего ему ответят там, иди нахер, меня вообще удивляет ситуация, которая складывается на YouTube, из-за того, что сейчас огромнейшее количество людей, теряют свои каналы, и YouTube все равно как-то не, ну, как вам объяснить, он не сконструировал какой-то путь, какой-то быстрой, эффективной поддержки таких ребят, потому что, ну, это абсолютно ненормальная ситуация, как бы уходят и каналы-миллионники, уходят вот и такие каналы, как и у нас с Андрюхой Рулевым, еще раз вам напомню, кто хочет, грубо говоря, там поддержать Андрюху, ссылочка на его донатчик, на алиэрс будет в описании, на всякий случай, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы ничего не просрать, если вдруг меня взломают, чтобы вы меня, если что, нашли, вам пожелаю огромнейшей удачи, и самое главное, пожелаю удачи Андрюхе Рулеву, вот, и вы пожелаете удачи, вот, короче, такая вот залупа, вот, вот такая вот печалька, суки, уроды, твари, ненавижу, вот, говноедов, мошенников, и вот, и вот, и вот кто-то же, смотри, вот, кто-то же на это говно ведется, понимаешь, кто-то же на это говно ведется, если бы люди на это говно не велись, наверное, вряд ли бы они такой херней занимались, и надо как-то искать, искать пути, как повлиять, ускорить работу в Ютубе, или в Твиттер долбить, или еще что-то делать, потому что, ну, это что-то ужасное, чао.